В режиме онлайн прошел первый этап внеочередной конференции Московского областного отделения партии «Единая Россия». В Московской областной думе собрались члены Президиума регионального политического совета, а дистанционно к ним подключились коллеги с городских округов Московской области, в том числе и делегаты Дмитровского городского округа. На повестке дня сразу несколько вопросов, но вначале с докладом выступил первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган. В своем докладе он подвел итоги деятельности фракции по реализации разных партийных проектов – от транспорта до экологии. Особое внимание было уделено недавно прошедшему предварительному голосованию. Впервые мы применили систему электронного голосования. Это большой плюс. С одной стороны, жителям пришлось потратить много времени на регистрацию в портале госуслуг, чтобы получить возможность проголосовать в электронном виде. С другой стороны, теперь они могут экономить огромное количество времени, сил, пользоваться услугами в электронном виде и не стоять в очередях госучреждений. Подмосковье стало регионом-лидером по количеству участников предварительного голосования. Более 240 тысяч жителей региона проголосовали онлайн. Более 480 тысяч пришли на избирательные участки. Александр Коган отметил, что теперь началась активная фаза избирательной кампании. Затем партийцы со всего Подмосковья приступили к обсуждению повестки внеочередной конференции. Вопросов немного, всего два. Первый из них – избрать 13 делегатов, которые примут участие на партийном съезде 19 июня. Список кандидатов утвердили единогласно все участники конференции. Второй вопрос – досрочное снятие полномочий Сельмиры Хаймурзиной, которая перешла работать в Центральную избирательную комиссию. Решение вновь принято единогласно. Второй этап конференции состоится 22 июня, уже в очном формате, и пройдет в городе Одинцова, в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.